Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru И давайте я расскажу вам о погоде в Египте, о том, стоит ли ехать в Египет зимой на новогодние праздники в декабре, январе и феврале Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я вам действительно дам честный рассказ Вот многие туроператоры, особенно на новогодние праздники, продают цены в Египет, говоря, как там классно купаться Солнышко, море и все такое На самом деле же дела обстоят совершенно по-другому Ну, я считаю, что по таким ценам, по которым продают туроператоры, ехать в Египет точно не стоит Так как погода здесь своеобразная и интересно, о чем я сейчас расскажу в этом видео Итак, поехали, давайте начнем с ноября Ой, с декабря Декабрь, начало декабря еще подходит, допустим, для пляжного отдыха На курортах и Шарм-эй-Шейха, и Хургады Но сразу вот скажу такую особенность В Хургаде температура на пару градусов ниже, чем в Шарм-эй-Шейхе И в Хургаде больше и сильнее дуют ветра, которые в Египте начинаются как раз зимой И вот в этом и заключается главная особенность, о которой туроператоры умалчивают На градуснике может быть вам показывать, что в Шарм-эй-Шейхе будет, допустим, 23-24 градуса днем Но если будут дуть сильные ветра, я вам сюда вставлю видео, какие ветра здесь бывают И сейчас погода где-то 20... Вот сами смотрите, я специально вам записываю вот такие ветра на пляже То есть купаться не совсем комфортно Так что будьте внимательны, когда вы выбираете время поездки в Египет Чтобы не попасть под такие ветра, которые обычно январь, февраль и март Часть месяца марта Вот такое тоже иногда бывает на улицах Хургады Особенно, когда ветер, который выносит этот мусор из помойки Отдыхайте, будет невозможно Просто вам будет очень холодно на пляже Вы даже будете сидеть в кофтах Я был в Египте зимой Забегаешь, конечно, окунешься, но и быстрее вылезаешь из моря Какого-то кайфа, что ты попал, он не получаешь Вот еще важный момент И, допустим, очень резкие перепады температур Допустим, зимой, особенно январь, февраль То есть днем может быть 23-24 градуса Плюс, если будут ветра, вы так будете забегать в море Я отдыхал в Египте Можно отдыхать с часу до трех В четыре уже темнеет, становится холодно С утра еще очень... Ну, температура ниже 20 градусов и холодно Можно покупаться, позагорать Вот с 12, с часу до трех И все Потом особо делать нечего А вечером вы уже ходите в куртки, в которые приехали Температура ночью может быть 14-15 градусов Это пустыня Погода меняется, так что лучше одеть Это 15-16 градусов Так как Египет и все его курорты основные находятся в пустыне А здесь перепады температуры очень большие То есть днем, да, действительно, особенно в Шарм-эль-Шейхе, где температура получше Если вдруг вы не попали на ветер В январе, что ветер будет меньше шансов В феврале они практически стопроцентные, что будут дуть ветра Но и в январе они частенько дуют Вы можете погулять в шортах, в футболке, допустим, в 2 часа дня Вечером, допустим, в 10-11 вечера вы будете одевать куртку И вам будет прохладно, допустим, сидеть в кафе Даже в куртке, в которую вы приехали Это говорю из личного опыта Так как сам был несколько раз в Египте зимой Если ехать в Египет зимой, то, допустим, в первую половину декабря Вот классно еще Температура воздуха может быть 23-24 Море еще может не опуститься, вода в море Например, в Шарм-эль 23-22 быть В Хургаде уже, конечно, 21 Вот, если ехать зимой купаться То, например, в январе, в феврале Вот так забегать в море Который достаточно прохладный Непродолжительное время, только днем В Шарм-эль-Шейх Там поменьше ветров Вот этих сильных И там потеплее Еще, если ехать в Шарм-эль-Шейх Выбирайте отели, которые расположены В бухте, защищенные от ветров Например, бухта Намабэ классная в Шарм-эль-Шейхе Или еще есть курорт Дахаб Тоже на Синайском полуострове Недалеко от Шарм-эль-Шейха Где дует меньше ветра А вообще, вот самая главная особенность При выборе отеля зимой Читайте, где он расположен И читайте именно отзывы о зимнем отдыхе То есть, насколько сильны там ветра Особенно, если вы едете в январь-февраль Например, если отель расположен в бухте Это супер Значит, там ветер будет поменьше Таким образом вы сможете и покупаться зимой в море Опять, если мелкий заход Мелкий заход в море Не глубокое море На пляжу отеля это класса Значит, оно еще не так остынет И будет хотя бы прогреваться от солнышка Вот Какая еще особенность для зимнего отдыха касается Если вы поедете зимой Вот почему многие едут зимой Особенно в Хургаду Хотя, вроде бы, противоречие Я сказал, что лучше ехать в Шарм-эль-Шейх А именно, многие едут зимой в Хургаду Чтобы классно отдохнуть Без купания А посетить экскурсионный отдых Опять просто на солнышке погулять Пусть даже в курточке Там будет температура 20 градусов Днем или в кофте Но экскурсионный отдых очень классный Потому что основные достопримечательности Египта Находятся в пустыне И вот Люксор, например Там всегда температура где-то на 5 градусов выше Чем в Хургаде То есть летом там просто невозможно Да я ездил в мае, там было 43 градуса 44 днем А зимой там как раз в Хургаде 20, а там 25 Тепло, хорошо Посмотрели основные достопримечательности Солнышко, не сгорели Сфинксов, она начинается от Карнакского храма Идет к Люксорскому храму Также и в Каир А то есть сфинкса достигает в длину 200 метров Конечно, видео не передают, но она огромная Представьте, все это делали несколько тысяч лет назад Почему едут в Хургаду? Из-за того, что здесь купаться нельзя зимой практически Здесь туры вообще могут быть очень-очень дешевые Именно январь-февраль по сравнению с Шарм-эль-Шейхом Которые все-таки ассоциируются у туроператоров Как пляжный курорт, где в это время можно купаться Цены очень низкие А из Хургады очень удобно добираться до Люксоры Это всего 4 часа на автобусе До Каиры, 5 часов Есть однодневные экскурсии Стоят там около 50 долларов каждый И вы можете спокойно один день съесть в Люксор Один в Хургаду Допустим, поехать на квадроциклах Днем, когда тепло Погонять по пустыне или на баги Есть еще подогреваемый бассейн Можно подогреваемый бассейн Когда 23-24 градуса Территория бассейна защищена от ветра Можете там купаться Кто любит холодное море Может там несколько раз попробовать залезть в море Но зато это у вас выйдет за очень-очень небольшие деньги Ну вот опять я считаю, что это неоправданные цены на новогодний отдых Потому что цены, например, в разы взлетают А погода не соответствует этим ценам Я, например, в это время езжу в Гуа Где всегда светит солнышко Это идеальное время для отдыха И там всегда, то есть, как раз комфортная погода Где-то 27-28 И не жарко, и не холодно И теплое море Ну вот, например, после 12 января Цены падают в 2-3 раза по сравнению с новогодним Потому что, как я уже говорил Погода не особо комфортная для купания Новый год кончился И вот если у вас есть, допустим, время, возможность ехать Ездить не в праздники А когда вам больше нравится, удобнее То подождите вот И езжайте в Египт, например, 11-12 января Цены будут вас очень приятные, удивят Будут очень классные, очень доступные Ну вот, я вам рассказал весь свой опыт Так как отдыхал в Египте зимой несколько раз С вами был Борис Соколов С сайта vizasam.ru Если вам понравилось это видео, поставьте лайк Подписывайтесь на наш канал И до встречи в следующих видео Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok